большой привет добро пожаловать на мой канал сегодня мы с вами приготовим японских хлопковый бисквит я его буду готовить впервые поэтому это такая моя проба пера будет не интересно получится ли у меня удачный ли рецепт я нашла их конечно большое множество есть и бисквит японский есть и чизкейк но я решила что хочу попробовать именно бисквит это такой дрожащий вот высокий такой пирог говорят что очень вкусный ну короче я слишком много насмотрелась что решила все нужно делать поэтому оставайтесь со мной давайте посмотрим как у меня получится если все получится удачно и мне понравится я обязательно напишу рецепт в инфобоксе вот и расскажу в конце свои впечатления вообще может быть что-то я изменила бы ну короче пока ничего не знаю пока вот я знаете в таком предвкушении мне вот интересно вообще какой процесс будет как у меня все получится и так все ингредиенты я здесь уже подготовила ровно столько сколько нужно по рецепту в рецепте сначала они знаете девчонки многие сначала смешивают масло мед муку вот это вот желтки а потом взбивают белки так как у меня здесь вот это все удобнее сделать так я сначала хочу взбить белки белки мы взбиваем с сахаром с солью и с этим с ванилью и с лимонным соком сейчас я возьму такой лимонный сок ну можно если лимончики свежие есть то можно пользоваться ими у меня вот так периодически сейчас лимонов свежих нет дома поэтому я беру такой обычно если уж есть фрукты то я пользуюсь ими и так давайте взобьем сначала белки до белой крепкой пены вот и потом будем смешивать уже с вами вот эти все ингредиенты и и и и и и и и и Велки уже взбились, и я решила, что пока они взбиваются, не буду терять время даром, и смешаю муку, масло и молоко. Масло и молоко должны быть теплой комнатной температуры, вот муку я просеяла. Итак, мы тут смешали вот до такой однородной консистенции, и сейчас сюда добавляем желтки и одно яйцо. В общем, желтков было 5, 5 белков я отправила сюда взбиваться, и одно яйцо потом сюда просто разбила. Так что теперь добавляем сюда, и тоже перемешиваем. Как вы могли заметить, у меня немножечко плотная консистенция, и, конечно, вот венчиком, если мы перемешиваем, то нужно иногда так помогать себе, а то забивается тесто. Итак, сейчас я перемешаю туда однородной консистенции и вернусь. Итак, я уже смешала все до ровной консистенции, до гладкой, поставила духовку на 170 градусов разогреваться, и сейчас мы будем с вами соединять две эти смеси. Сюда сначала небольшое количество белков мы добавляем, буквально совсем немного, чтобы просто перемешать их аккуратненько. Наверное, так, хватит. Итак, аккуратненько-аккуратненько перемешиваем эти две смеси. Смотрите, как получается красиво. То есть не взбиваем, а именно перемешиваем. Достаточно быстро и хорошо смешиваются. Ой, такое красивое получается тесто. Прям круто! Нежный-нежный такой цвет, прям класс! И теперь эту смесь, которую мы полностью перемешали, аккуратненько введем сюда. У меня вот эта форма, ну, как миска, она намного больше, конечно, чем эта. И вот это вот удобно так именно делать, а не наоборот. То есть можно, конечно, по идее сюда еще добавлять постоянно белки. Ну, так вот удобнее будет. Итак, вылили все, и теперь здесь аккуратненько вот так вот перемешиваем. У нас получается такая нежная, воздушная масса. Белки насыщены кислородом, и у нас же все-таки это бисквит. И как любой бисквит нам нужно, чтобы вот как много больше воздуха осталось. То есть никаких резких, лишних движений, там, стукать не надо. Ну вот, насколько я из своего опыта, да, говорю, я не знаю, возможно, тут с этим бисквитом-то можно и похлеще как-то, да, обращаться. Ну, вот, по своей практике, обычно не надо, чтобы дома был сквозняк, чтобы резких перепадов температуры не было. И все-таки аккуратненько перемешивать. Ой, ну прям шикарно, девчонки, такое он получается. Тесто супер, вот прям хочется руками пощупать, оно такое прям классное. Так, все, тесто у нас готово. Я буду выпекать вот в такой совсем небольшой формочке. Я ее помыла, и сейчас хочу бумажными полотенцами вытереть, и нам нужно будет застелить пергаментом. Также нам надо будет форму какую-нибудь придумать, в которую поставим этот бисквит, и он будет у нас готовиться в воде. Поэтому сейчас я поищу из своих формочек или сковородок, куда поместятся, и вернусь, покажу вам, как я это придумала. Все, я справилась. Итак, я нашла вот такую большую сковороду у себя, которая идеально вмещает в себя мою форму. Форма, кстати, у меня размером, уже забыла, так, тут у меня 14 на 20, по-моему. Да, на 20 сантиметров. Вот, поэтому, если вдруг вы будете тоже выпекать, чтобы вот примерно у вас представление было о том, какого размера будет мой бисквит. Так, таким образом я тут, значит, выложила пергамент, сделала его немножечко вот таким высоким. Ну, вот сейчас вот эти только края я отрежу, чтобы у меня все-таки... Так, так как мы будем выпекать на средней полке, я не мерила, конечно, но боюсь, что кончики будут заставать вдруг. Все, вот так точно все будет идеально. Итак, сюда мы выкладываем нашу массу, воду для формы, значит, нам нужна теплая, поэтому я немножечко сейчас скипятила воду в чайнике. И духовка у нас уже нагрелась, так что все, теперь аккуратно-аккуратно нам нужно выложить массу. Еще раз перемешаем, на всякий случай, вдруг она там немножечко осела, но не должна была, плотная достаточно все-таки получается. Так, где у меня тут? Сейчас найду лопаточку и вернусь. Все, я готова уже отправлять наш бисквит в духовку. Я выложила аккуратненько-аккуратненько, как вы видели, форму нашу. После того, как все тесто выложила, его немножко разровняла и, вот видите, выровняла, короче, те места, которые в пергаментах, которые слишком, ну, заламывались. Также налила воду, воды у меня здесь полтора-два сантиметра от дна. Вот, теплую воду, не забывайте, девчонки, ну все, прям волнуюсь, так интересно, как же у меня получится. Итак, сейчас нам нужно 20 минут выпекать при 170 градусах, потом, не вынимая и не открывая духовку, нам нужно опустить температуру до 150 градусов и выпекать еще 50-60 минут. Вот, так что все, долгое ожидание, но я очень надеюсь, что у меня все получится. Давайте вместе подержим пальчики. Мой бисквит уже готов, я его переложила из формы. Смотрите, какой он получился по высоте. Ну, как сказать, трясется, мягкий при надавливании, конечно. Прям классно, мне, конечно, нравится. Сейчас интересно очень попробовать на вкус, потому что на вид и на ощупь мне он пока нравится. Я его разрезала и обалдела, потому что, ну такая у него текстура, смотрите. Он получился очень таким воздушным, но у него такая влажная какая-то серединка, ну достаточно, да. То есть вообще ничего похожего с нашим классическим бисквитом, к которому мы привыкли. Но мне кажется, что у меня вот здесь немножечко такая достаточно твердая получилась корочка. Не знаю уж, с чем это связано. Ну вот, короче, я в целом, я довольна, потому что вот он тоже, вот он прям сгибается. Все, как в тех видео, которые я смотрела и в Инстаграме, и на Ютубе. Ну прям интересно, конечно. Вот теперь мне интересно попробовать, какой уже на вкус этот бисквит. Я попробовала, хотела попробовать один только маленький кусочек, но съела его полностью. Итак, мои впечатления. Не знаю, у меня не похоже на птичье молоко по вкусу. Возможно, вкусы у всех разные, да, рецепторы разные. Но вот что-то нет, мне это не напомнило птичье молоко. Бисквит, да, такой, как наш обычный. Но вот у нас он, допустим, немножечко такой суховатый и там такие толстые, ну, большие поры, да. А здесь он прям такой нежный-нежный, и он реально тает во рту. Вот, кстати, очень вкусно получилось. И да, все-таки моя вот эта корочка, она достаточно толстая, видать. Наверное, в классическом варианте она все-таки потоньше и помягче. Но это ничего страшного. Мои впечатления такие, знаете, неоднозначные. Да, мне понравилось. Буду ли я готовить еще? Наверное, да. Но не так, что, знаете, прям, ой, там, вот каждую неделю только его, допустим, как там кокосовый пирог мы готовим или брауни довольно-таки часто. Не сказать, что прям я влюблена, но интересно. И еще несколько раз я точно его приготовлю. Возможно, у меня потом получится еще по-другому как-нибудь. Можно его кушать и просто без всяких добавок. Но я думаю, что можно и какой-нибудь джем вкусный взять. Потому что достаточно такой, не сильно сладкий. Мы его ничем уже не пропитывали. Вот, кстати, он такой влажный, как будто это бисквит наш обычный, но с пропиткой. То есть, ну, какой-то такой у него необычный, такой мягкий, такой вкусный вкус. Короче, вкусно. Ничего не скажу. Просто я, видать, люблю, чтобы было прям, так это, знаете, сиропчиком полито. Такое все. Вот. Ну, я считаю, что у меня получилось довольно-таки удачно. Поэтому я все-таки рецепт вам напишу в инфобоксе. И вот если вам будет интересно, попробуйте тоже. Напишите мне, какие ваши впечатления от этого бисквита. Вот. Потому что, знаете, иногда так бывает, что первый раз попробуешь кусочек, я вот вам записываю видео, скажу свое одно мнение. А потом там полдня, день проходит, и я начинаю думать, о, так это же вообще такая вкуснятина. Чего же я там сказала-то не так. Поэтому, ну, вот я говорю свои впечатления именно на данный момент. Ну, скорее плюс, чем минус, конечно, однозначно. Потому что вкусно. Достаточно вкусно получилось. Вот такой десертик. Я, знаете, думаю, что такой десерт, это очень классный, такой по утрам, вот с чаем, потому что он достаточно такой не сладкий. И вот прям интересненько. Так бисквитик с чаем или с кофе попить, или с молоком даже. Ну, такое прям хорошее. Вот буду с собой брать на работу и оставлю на завтрак. Всем вам большое спасибо за внимание. Спасибо за то, что вы были со мной в этот мой эксперимент. Мне очень понравилось. Вот я рада, что вы подписываетесь на мой канал. Всем вам хороших выходных наступающих и хорошего настроения. Пока-пока.